Приветствую вас! И поскольку вопрос достаточно серьезный, то давайте для начала мы с вами попробуем сказать так. Ваши страхи, ваши опочтения, они более чем реальны, к сожалению. И, наверное, действительно, именно в такой ситуации, особенно в таких условиях, особенно при таком отношении к ситуации, в которой вы сейчас находитесь, растять ребенка, конечно, было бы достаточно проблематично и для него самого, и для вас. Потому что, если я правильно вас понял, то вы и со своими родными точно ладите далеко не очень хорошо. Но вы написали, что вы разошлись со своим мужчиной, вы написали, что вы расстались с ним. И вопрос, который я вам хотел бы задать, и вопрос, над которым вам стоит подумать, звучит так. Ну вот, с мужчиной-то вы расстались. Это, безусловно, очень плохо, это, безусловно, ужасно, это вообще, собственно, со здоровыми мужчинами, это довольно мерзкий поступок, довольно мерзкое поведение, но тем не менее. Случилось то, что случилось, да, то есть, вы все-таки расстались. Есть ли шанс по вашему мнению, есть ли шанс стойтись вновь? Есть ли шанс вернуть отношения, есть ли шанс возобновить, как бы, контакт с мужчиной и, вообще-то говоря, прийти к какому-либо такому обоюдному решению относительно вот того, что с вами сейчас происходит? Есть ли шанс на то, что можно будет это сделать? Есть ли шанс того, что можно будет мужчину вашего, ну, например, вернуть? Вот если такой шанс есть, если вы знаете или чувствуете, что молодого человека можно вернуть, что вы расстались там на эмоциях и что ни он, ни вы, в общем, не хотели этого и что так просто получилось. Если вы попробуете вернуть молодого человека или хотя бы с ним поговорить, хотя бы решить с ним вопрос, который, ну, который заставил вас, условно говоря, расстаться. Если вы это сделаете, то тогда, я уверен, вам будет более понятно, стоит ли делать обоц или нет. С молодым человеком, допустим, вы поговорите, все выясните, придете к какому-либо определенному решению относительно вас, относительно вашего будущего, и вам будет понятно, можно ли на этого человека рассчитывать или нет. Если нельзя, и если вы не видите для себя возможности познакомиться с другим мужчиной и построить с ним отношения во время беременности, такое бывает. Главное здесь не зацикливаться на себе и главное здесь не ставить крест на себя, а просто активно общаться, и в жизни бывает все, и мужчина, в принципе, это знает. Поэтому, если вы сами для себя предполагаете, что вот шанс познакомиться с мужчиной есть и как бы жить с ним, чтобы последствия родить у него ребенка на его территории, например, и как бы уже с ним этого ребенка растить, тогда, конечно, набор делать не стоит. Но если на вашем парне, с которым вы разошлись, надеяться нельзя, восстановить отношения с ним точно нельзя, а вы сами не верите или сомневаетесь очень сильно или не сможете выстроить новые отношения, то вот тогда, конечно, стоит, наверное, сделать обор, потому что ребенок будет лишь только страдать, вы здесь говорите правильно. Но прежде чем принимать такое решение, обязательно постарайтесь сделать все, чтобы создать необходимые условия для того, чтобы его жизнь была счастливой. Ответите себе, сколько-то времени на это. И вот этим временем воспользуйтесь. Получится? Хорошо. Не получится? Ну, что ж, не получилось. На будущее стоит быть осторожней. Сам аборт достаточно тяжелое решение с моральной точки зрения для женщин. Кто-то считает, что таким образом убивает, можно сказать, маленького человечка, да, еще не родившегося на свет. Кто-то считает это грехом, но, понимаете, вот в тексте закона, на мой взгляд, дается самое полное и правильное понимание того, что есть с тобой. Потому что человеком, как таковым, зародить на ранней стадии, сидать нельзя. И люди делают аборт не от хорошей жизни. Не от того же, что просто не хотят ребенка. Хотя и такое бывает. Но, к правилу, аборт делают именно потому, что не видят возможности нормально воспитывать ребенка. И, если так подумать, у вас нет условий для того, чтобы расти ребенка. Более того, вы опасаетесь, что у него будет такое же ужасное детство, как у вас. Кстати, почему оно ужасное? И, может быть, детские какие-то обиды, страхи, комплексы мешают вам жить нормальной жизнью. Если хотите, можно отдельно это разобрать. Так вот, вы не хотите этого для ребенка. И получается, тогда, что делая аборт, вы его спасаете. Вы его спасаете от тех условий, которые нанесут ему только вред. Думаю, в такой позиции надо смотреть на эту ситуацию. Поэтому, главное, не тянуть, главное, не медлить. Главное, использовать все возможные варианты для того, чтобы сохранить ребенка, создать условия для его нормального развития, проживания и взросления. Ну, а если не получится, что ж, тогда, опять же, для него будет лучше, если вы это делаете. Просто для него. Вы подумайте о том, что для него будет лучше. Не думайте в данном случае о моральной стороне вопроса, о том, как отреагирует общество и так далее. Вы думайте, что для него будет лучше. По сути, от вас сейчас зависит его жизнь, будущая жизнь, которая еще не началась. Да, да. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует.